МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Презентация экономического и инвестиционного потенциала. На уходящей неделе прошел Гомельский экономический форум, а также крупнейшая региональная выставка «Весна в Гомеле». Не остаться равнодушным проблемам людей в Петрикове заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник провел личный прием граждан. Экологический туризм на Гомельщине о его перспективах большое интервью с кандидатом биологических наук Николаем Дайнека. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Главное событие этой недели не только для нашего региона – 16-й Гомельский экономический форум. Организаторы презентовали на нем почти 160 инвестиционных проектов и подписали несколько договоров. Реализация данных проектов позволит создать в области более 400 рабочих мест. Кроме того, потенциальным партнерам предложили 120 объектов недвижимости, полтора десятка научных разработок и около 200 земельных участков. Все наиболее интересное из работы экономического форума в нашем сюжете. 16-й экономический форум – это 28 стран-участниц. Вместе с Россией, Украиной, Китаем, которые приезжают в Гомель не впервые, в этом году предложениями организаторов заинтересовались деловые круги из Румынии, Пакистана, Катара. По большому счету, 16-й форум – еще один шаг на пути к взаимовыгодному партнерству. На этот раз потенциальным партнерам предложили около 160 инвестиционных проектов. В случае отсутствия площадей, для их реализации можно было приобрести любой из 120 предлагаемых объектов недвижимости. Уже есть потенциально заинтересованные люди, поэтому сегодняшний аукцион состоится. Объекты интересные распороложены в городе Гомель и в крупных районных центрах Гомельской области. Они конкурентоспособны, потому что на некоторые объекты заявляются несколько претендентов. Об эффективности Гомельского форума можно судить по такой цифре. За время его проведения подписано более 100 соглашений с общим объемом инвестиций в 2 миллиарда долларов. Среди реализованного 4 парка солнечных батарей, крупное мебельное производство, заводы по выпуску промышленного оборудования. Организаторы форума подчеркивают, Гомельская область открыта для любых деловых контактов. В качестве подтверждения сотрудничества с индийскими фармацевтическими компаниями. Два месяца назад я посетила Гомельский регион, встречалась с председателем региона и обсуждалась возможность выдачи свободного пространства. И как только индийский бизнес поймет, что здесь все открыто, все возможно, они сюда придут. И что касается сроков, здесь нет никаких сроков, потому что это все частный бизнес, не государственный организм. Гомельский экономический форум ориентирован на активизацию межрегионального сотрудничества. Такое партнерство позволяет не только более оперативно реализовывать совместные проекты, но и максимально учитывать их экономический потенциал. На 16-й форум в Гомель приехали 6 делегаций из Украины, в составе которых как представители деловых кругов, так и руководителей регионов. В результате успешно проведенной реформы децентрализации в Украине бюджетного процесса значительная часть средств оседает в регионах. Я приводил цифры, что если в прошлом году на депозитах у местных властей Украины находилось порядка 100 миллиардов гривен, это 4 миллиарда долларов, то к концу этого года прогноз 280 миллиардов гривен, это 10 миллиардов долларов. Вы представляете, какими финансовыми возможностями обладают регионы Украины? Важный этап пленарного заседания Гомельского экономического форума подписание протоколов о намерениях по организации вторичной переработки полимерных материалов, строительству центра по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей, открытию завода по переработке отходов металлургического производства, строительству горнобогатительного комбината по добыче и переработке коалина, глины, которые используются при производстве фарфоровых и керамических изделий. С разработкой месторождений полезных ископаемых на Гомельщине связывают особые надежды. Основные из пожеланий, представленные и в нашем инвестиционном каталоге, это все-таки освоение природных ресурсов, которыми богата наша Припятская полесь. Это и коалины, и бентонитовые глины, то есть все то, из чего можно строить, развивать. Вот на это надеемся, что наше Припятское полесье должно выстрелить по итогам этого года. А так нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то это металлообработка или медицина, потому что вкладываются не только инвестиции, но вкладываются новые компетенции, создаются новые рабочие места. Среди участников 16-го Гомельского форума депутаты Национального собрания Республики Беларусь. У них своя задача. Сегодня в парламенте готовится ряд документов по улучшению экономической привлекательности страны. Форум в Гомеле – еще одна возможность сверить ориентиры. Этот форум является чрезвычайно важной площадкой для того, чтобы увидеть, в каком направлении нужно совершенствовать национальное законодательство и международные связи парламентские, поскольку несколько законопроектов непосредственно связаны с Гомельским экономическим форумом. Это законодательство в свободных экономических зонах, это законодательство, связанное с Евразийским экономическим союзом. Сейчас в перспективе очень важно вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Кроме пленарного заседания, в плане работы экономического форума проведения пяти тематических секций. Представители более чем десяти стран мира ознакомились с инвестпроектами, касающимися открытия новых и развития существующих производств в агропромышленном комплексе. На секции туризма, пожалуй, самые массовые на этом форуме, потенциальным инвесторам предложили проекты, реализация которых позволит значительно улучшить привлекательность региона. От строительства ледовой арены в Мозыре и создания парка аттракционов в Жлобине до открытия новых туристических маршрутов. Особое внимание секции номер пять – малый и средний бизнес. От работы этого сектора экономики сегодня значительно зависит устойчивое развитие страны. Работа 16-го Гомельского экономического форума завершилась проведением круглого стола с участием руководителей официальных делегаций и представителей дипломатических миссий. Участники так называемой ВИП-секции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и подписали ряд документов. Сегодня в Гомельской области реализуется более 200 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Теперь к ним добавились еще два документа. Меморандум о сотрудничестве между Гомельской областью Белоруссии и Ферганской Узбекистана, а также Мозырским районом Гомельской области и Вулканежским районом автономного территориального образования Гагаузия. Основная тема, которая сегодня нам в Молдове интересна, это, конечно, фрукты, которых у нас недостаток. То, что касается у нас для Молдовы, это наш промышленный комплекс позволяет предоставить много, так скажем, машин. Это металлостроение наше, машиностроение и, конечно, продукты нефтепереработки. То есть, я думаю, что у них есть шикарная программа по ремонту дорог и строительству дорог, поэтому реализация битума, естественно, будет интересна. Ну и, конечно, в сфере социальной. Олег Синчеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели. Презентация экономического и инвестиционного потенциала юго-восточного региона Беларуси, демонстрация его особенностей и традиций. Сегодня завершилась самая масштабная международная выставка области «Весна в Гомеле». В этом году она была подчинена общей концепции «Гомельская область – ваш партнер». О том, что было самым интересным для инвесторов, гостей и бизнесменов, а также горожан – сюжет Марины Жалы. Все хотелось рассмотреть, потрогать и попробовать. «Весна в Гомеле» получилась роскошной, насыщенной, интересной и очень яркой. Знакомство с международной выставкой, которая на этот раз расположилась во дворце легкой атлетики, начиналась на открытых площадках. Целую улицу на четыре дня отдали ремесленникам. Работы самобытных творцов – из дерева, камня, глины, других природных материалов – можно было рассматривать бесконечно. Идея очень хорошая, потому что все-таки вот мы участвуем на День города, всего лишь один день, и люди не успевают. А вот когда это несколько дней, вот все-таки люди успевают пройтись, погулять. Открытием на эти теплые майские дни импровизированного города мастеров были довольны и ремесленники, и горожане. Такая красота, я не могу налюбоваться этим, я не могу оторваться. И такое воодушевленное настроение наблюдалось у каждого участника и посетителя выставки. Но самый, пожалуй, эмоциональный для всех момент – перерезание красной ленты. С этого мгновения весна в Гомеле объявила о торжественном вступлении в свои права. Вокруг дворца машиностроительная техника и новинки серии легкового автопрома. Был представлен даже электромобиль. К нему особый интерес. А в это время на внутренних площадках презентации производственного потенциала белорусских и зарубежных предприятий и компаний. Это первый раз я тут в Гомеле на этой выставке. Мы о ней услышали в прошлой неделе, бывая в Витебске, то есть в Витебском форуме. И вот я сейчас приехал сюда посмотреть, какие компании, что производят, чем мы могли быть полезны вам. Некоторые участники на выставке не впервые. Например, директор брянского частного предприятия Галина Галактионова. Для нее возможности, которые открывают присутствие на выставке, несомненные. Допустим, производитель заранее готовится к выставке, то мне кажется, на выставках вообще можно достичь уже конкретных соглашений. То есть такие выставки нужны, они должны проводиться. Это очень положительно и влияет на любой бизнес. По соседству стенд вьетнамского посольства. Здесь чай, кофе, соусы, орехи и еще много вкусного. Чипсы у нас ассоциируются традиционно с вредной едой. Мы себя ограничиваем в такой пище. Оказывается, чипсы могут быть полезными. Вот это рисовые чипсы. Нам сейчас расскажут, из чего они состоят. Вот эти чипсы из рисовой мукой и кокосовый сок. Это просто готовят очень. И даже дети, они могут готовить. И нравится очень. То есть это могут и дети приготовить, и съесть без вреда для своего здоровья. Да. Познакомиться с новыми вкусами предлагали не только зарубежные, но и белорусские производители. Вот это просто мечта. Сладкоежек фонтан из белого шоколада. Представители кондитерского предприятия предлагали его в оригинальном сочетании. Здесь проходит необычная дегустация для настоящих гурманов. Оказывается, пастилу можно попробовать не в чистом виде, а искупать ее в настоящем фонтане из белого шоколада. Сейчас узнаем, вкусно ли так. Очень вкусно. Я советую попробовать. Кстати, среди посетителей выставки были группы даже из детского сада. Педагоги считают, что знакомство детей с предприятиями очень расширяет их кругозор. Наши дошкольники, посещающие учреждения, имеют нарушение речи. И для того, чтобы обогащать их словарный запас, для того, чтобы они могли иметь представление, для того, чтобы они знали о богатствах наших предприятий, о том, что они выпускают, безусловно, они должны все это увидеть, потрогать. Все площадки дворца заняты по максимуму. С каждым годом растет не только количество участников. Более информативными и современными становятся презентационные стенды. Здесь же проходят деловые переговоры, завязываются перспективные знакомства, происходит обмен важной и взаимовыгодной информацией. Партнерские отношения на таких выставках формируются быстро и без посредников. Самая главная задача, которую мы ставим себе вот здесь, на деловой площадке, это, конечно, организация большинства деловых встреч. Задача Гомельского отделения, торгово-промышленной палаты, привлечение бизнеса. Это самая главная задача, и для этого мы делаем такое мероприятие. Сколько будет подписано договоров, какие деловые знакомства будут иметь продолжение, станет известно спустя время. Но по атмосфере выставки было понятно, что ее результаты обязательно оправдают самые смелые ожидания. Гомельская область получит новых инвесторов и бизнес-партнеров, а зарубежные компании – надежных компаньонов. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели. Не оставаться равнодушными к проблемам людей. На уходящей неделе в Петрикове заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник провел личный прием граждан. На этот раз в центре внимания были три вопроса. Чтобы выслушать местных жителей, понадобился час. Но решение озвученных вопросов требует серьезной работы многих ведомств. Подробнее об этом, а также о других важных событиях этой недели – далее в обзоре от службы информации. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник на уходящей неделе провел прием граждан в Петрикове. Один из вопросов поступил от жительниц улицы Коммунали. Они живут в доме, не оборудованном системой отопления. Сейчас возник выбор – газифицировать дом или электрифицировать. Первый способ более быстрый, но все расходы лягут на плечи жильцов. Второй – путь электрификации. Это бесплатно, все сделают за средства Гомель Энерго, но процесс может занять несколько месяцев. Владимир Дворник поручил специалистам встретиться с жителями еще раз, узнать, какой способ они в конечном итоге предпочтут и ускорить соответствующие работы. Еще один вопрос касался асфальтирования улицы Липнихта. Обойдутся работы примерно в 270 тысяч рублей. Владимир Дворник дал указание привести улицу в надлежащее состояние. Как показывает практика, личные приемы представителями власти. Это эффективный и достаточно быстрый способ решения вопросов граждан. На заседании обл. сполкома обсудили вопросы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду и повышения эффективности использования государственного имущества. В конце прошлого года на Гомельщине провели мониторинг государственного имущества, которое не используется. В списке оказалось чуть более полутора тысяч зданий. По состоянию на начало мая около 350 из них втянули в хозяйственный оборот или снесли, те, что находились в аварийном состоянии. По итогам первого квартала по этому показателю, Гомельщина заняла первое место среди областей страны. Самое пристальное внимание со стороны органов власти к подготовке к следующему отопительному сезону. Планы на этот год сопоставимы с прошлогодними, но это не значит, что их реализация будет легкой. Тем более, что задача конкретная – серьезных аварий в зимний период быть не должно. Прошлой зимой, кстати, ее выполнили успешно. Все работы должны быть завершены до 1 сентября. Во всяком случае, именно эта дата определена как последняя, когда все, без исключения организации, должны получить паспорта готовности. Свою первую продукцию из гранитного блока Щевиночный завод Глушкевичи в Лельчицком районе поставил для благоустройства монумента дружбы. В прошлом году новый проект получил поддержку руководства государства и была восстановлена разработка «Карьера надежды» с открытием нового производства. В ближайшие дни начнется производство так называемого коммерческого гранитного блока. Предприятие уже готовится выпускать продукцию не только для дорожной отрасли, но и для отделки фасадов зданий и ландшафтного дизайна. Но уже сейчас очевиден не только коммерческий, но и социальный эффект. Открытие производства – это 50 новых рабочих мест с высокой зарплатой, что для сельской местности очень важно. Зеленый туризм – набирающая популярность во всем мире направления отдыха. Его основа – путешествия по природным, желательно нетронутым цивилизацией территориям. Согласитесь, нашей Гомельщине в этом плане есть что показать. Заказники и национальный парк Припятский с их экологическими тропами. Или фестиваль куликов на территории биозаказника «Туровский луг». Он, кстати, прошел в эти выходные в Житковическом районе. Есть ли будущее у экологического туризма на Гомельщине? Об этом большое воскресное интервью с кандидатом биологических наук Николаем Дайнека. Как мне кажется, да и статистика об этом говорит, все больше опытных, в первую очередь, опытных туристов отказываются от пресловутого «все включено» в пользу так называемого «зеленого» или «экологического туризма». Николай Михайлович, как по-вашему с чем это связано? Ну, во-первых, действительно, опытные туристы, они многое видели и пришли в сравнении, все познается и пришли к выводу, что вот именно зеленый туризм – это то, что нужно сегодня для человека. Мы видим, какой сегодня бешеный темп жизни и теряется вот эта связь с первозданной природой. Поэтому отдается предпочтение. Сейчас в странах Европы – Италия, Испания, Франция, Англия – этот вид «зеленого туризма» начинает интенсивно развиваться. Гордостью Гомельщины является, во-первых, национальный парк Припятский, заказники – Днепросожский, Смычок, также Туровский, Луг. Это все… Хотелось бы, чтобы люди увидели эту красоту наших луговых экосистем Гомельщины. И поэтому вот леса наши, 45% территории, лесистость. Николай Михайлович, знаю, что исследованию по лесу вы посвятили большую часть своей научной деятельности. Чем могут быть действительно интересны, чем уникальны экосистемы Гомельщины? Ну, во-первых, будут интересны наши пойменные дубравы, которых действительно на планете мало, которые находятся вот в поймах наших рек Припяти. Также будут интересны наши луга, луговые экосистемы, где сосредоточена большая часть луговой растительности. И нужно отметить, что в связи с изменяющимися климатическими условиями происходит инвазия, внедрение в эти системы видов степняков. Поэтому вот тоже интересно в этом плане, как идет перестройка этого видового состава в связи с такими условиями. И там мы видим 500, 600, 700 видов высших растений, тоже редкие, охраняемые растения там. И животный, растительный мир, это все в комплексе. И когда мы создали заказник, мы будем наблюдать, что же через 50 лет станет. И все это будет возвращаться к первозданной природе. Это очень интересно будет такие уголки сохранить. Какой из заказников Гомельщина вы бы посоветовали посетить нашим зрителям первостепенно? И почему? Ну, Днепросожский заказник, недалеко от города. И там как раз вот в Междуречии Днепр, Сож. И мы видим уникальность луговых экосистем, во-первых. Уникальность лесных экосистем. Также видовой состав флоры и фауны. И все это в гармонии. Все это на такой относительно небольшой территории, комплексно. И за маршрут, предположим, там 5-6 километров, если за полдня можно пройти и увидеть частую эту сменяемость. Нет такой однородности, чтобы уже человек устал, вот все одно и то же, а постоянно находит что-то новое для себя. Я знаю, что вы составитель многих экологических маршрутов, в том числе в заказниках Гомельской области. Вот как по-вашему, когда количество местных зеленых туристов увеличится в наших заказниках? Иногда устаешь, иногда уезжаешь в экспедиции и видишь, стоишь на берегу того же Днепр, СОЖ, и так посмотришь, когда никто не мешает. Действительно, это уникальные места. Не нужно ехать там тысячи километров, что-то искать. Здесь все рядом. И только любуйся. Вот в этом плане, конечно, и в другой раз люди, вот я там посетил какие-то страны, хорошо. А думаю, а тут несколько километров, и может быть и лучше. Видите, может потому, что не всем людям климат подходит. Может, да, на жаре на этой, а потом зимой эти болезни. Думают, откуда? Я же отдохнула хорошо. То есть это все нужно смотреть и тоже готовиться, знать эпидемиологическую ситуацию. Что меня там ждет, это тоже. А здесь понимание. Надо понимать, что и здесь есть где отдохнуть и что посмотреть. Николай Михайлович, спасибо за это интервью. Успехов в делах. До встречи. Спасибо. И действительно, отлично провести выходные и даже целый отпуск можно и на Гомельщине. Как говорится, сама природа лечит. А если все же долгожданные каникулы еще не скоро, приблизиться к природе можно и в Гомеле. В картинной галерее Гаврила Ващенко открылась выставка «Парк пушистых». На ней представлено более 30 видов кроликов от карликовых до гигантских. Об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. Коричневый французский баран, пятнистая бабочка, голландские веслоухи, серый великан и бельгийский фландер. Все это породы кроликов, которых сегодня можно увидеть в выставочном зале галереи Ващенко по проспекту Ленина в Гомеле. Кроме того, здесь можно встретить шиншилл разного окраса, забавных морских свинок и хищных сурикатов. Дополняют пушистую компанию животных, любопытный енот и кое-кто еще. Это самая маленькая обезьянка на планете – белоухая игрунка. Обычно она обитает в субтропических лесах Бразилии. Длина ее тела составляет около 20 сантиметров, а вес не превышает 250 грамм. Игрунки очень игривые, и свои эмоции они передают с помощью трели, либо свистят. Всех питомцев можно покормить, так что стоит прихватить с собой яблоки, морковку или капусту. Игрунки, как и положено обезьянкам, обожают бананы. Самый большой обитатель парка пушистых – бельгийский кролик Ваня, весит 9 килограмм. Он не прочь полакомиться угощениями, совсем не пугливый и охотно дает себя погладить. Также в картиной галереи представлена выставка акварели «Мурованое небо» художника и архитектора Кирилла Крещановича. Экспозиция посвящена исчезнувшим или исчезающим постройкам и зданиям Беларуси. Автор считает, что души умерших зданий уходят в небо, как и души людей, и там их облик хранится в архивах Вечности. Выставка особо актуальна на волне общественной дискуссии о белорусских Нотр-Дамах, которые погибают в ожидании помощи. Работы отражают скорее эмоциональное отношение автора к памятникам, хотя все здания при сравнении с историческими документами можно опознать. Впервые серию «Мурованое небо» представили в декабре прошлого года в Минске. Из Гомеля она отправится в большое путешествие по Беларуси. В областном центре народного творчества открылась совместная выставка живописи гомельских художников, посвященная Году Малой Родины. На полотнах авторы показали свое мастерство в изображении красот родной природы. Пейзажи и натюрморты пробуждают теплые воспоминания из детства, проведенного у бабушки в деревне. Картины Игоря Хайкова, Сергея Синякова, Геннадия Тарских, Анны Пугачевой и других отвлекают зрителей от городской суеты и вызывают особое настроение. Кстати, 1 июня в 11 часов Игорь Хайков проведет здесь бесплатный мастер-класс по акварели для всех желающих. Далее анонс культурных событий следующей недели. Эстрадно-симфонический оркестр имени Василевского представляет свой новый музыкальный проект под названием «Эстрадный микс». В этот раз главный дирижер оркестра Станислав Шныр выступит еще и в качестве ведущего. Композиции сопроводят кратким экскурсом в историю жанров, а также события мира эстрады, во время которых можно будет узнать, как появилась танго или что такое караоке. Слушатели, в свою очередь, также станут участниками шоу и смогут исполнить каверы на любимые песни. В областном общественно-культурном центре пройдет первый конкурс молодых дизайнеров «Фэшн-арт-2019». Организаторы шоу «Центр моды и красоты» «Хрустальная нимфа». Помимо показа, коллекции и одежды от молодых дизайнеров, гостей также ждут интерактивные площадки, фотозоны, концертные программы и конкурсы. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова